И куда ты ездил? Или был здесь? Я был все время с дедушкой, с бабушкой. На вопрос, как вы провели это лето, педагоги детского сада номер 67 отвечают. Насыщенно. Здесь прошел ремонт системы отопления и нескольких групп. Впрочем, и вся система дошкольного образования Сочи сейчас обновляется. Только за последние три недели сданы две пристройки к детским садам. На днях открывается еще одна в Дагомысе. Ремонт уже имеющихся идет за счет муниципального бюджета и помощи шефов. По инициативе главы, пять лет назад за каждым образовательным учреждением была закреплена шефская организация. В этом году мы привлекли почти 25 миллионов рублей на подготовку наших учреждений. 100 миллионов рублей вложено в подготовку Сочи к новому учебному году из городской краевой казны. Кстати, в этом детском саду и сами постарались. Выиграли краевой грант – 750 тысяч рублей за программу «Юный эколог Кубани». Преобразование глава Сочи одобрил. Закуплены современные обучающие комплексы. Детей учат основам экологии и робототехники. К школе пригодится. Кстати, многие малыши скоро будут учиться неподалеку в школе номер 16. Сегодня у нас 25-я. Как дела? Долгожданный ремонт близится к завершению. Уже стены красят в светлые яркие цвета. Когда учитель говорит о прекрасном, а в это время потолок сыпется, это уже все. Детки будут думать, что это и есть прекрасно. А вот это то, что вы делаете. Вы делаете не только стены, вы делаете будущее. Не только для детей, но и для взрослых идут преобразования. В школе номер 11 на Мацесте завершается обустройство спортивного комплекса с двумя залами, тренажерами, раздевалками и душами. Задача потом не только заниматься с учениками, но надо сделать так, чтобы сюда приходили и местные жители. У нас все лето спортивная площадка работает. У нас соревнования были как раз взрослых команд. Здесь у нас занимается три категории детей. То есть это маленькие дети, семьи у нас привлечены. Спортзал вот-вот начнут уже красить. Ну а здание самой школы уже готово к началу учебного года. У этой школы одной старейшей в городе интересная история. Здесь же учился герой Советского Союза Георгий Корнеев. Педагоги намерены добиться того, чтобы в год 70-летия победы школе было присвоено имя героя. Глава города пообещал поддержать просьбу.